Послание Галатам, 3 глава Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели, без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующая суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа и Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему, но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которая есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу, ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражу и закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа и Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе и Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Продолжение следует...